Аким области Литр бензина за 16 тысяч тенге пытались купить в лесном хозяйстве региона. В областной антикоррупционной службе рассказали о фактах нарушения закона в разных сферах. Клуба региона Айдарбек Сапара встретился с президентом китайской корпорации Сянь Айжуй Цзэхэм. На встрече представители сторон обсудили дальнейшее укрепление экономических связей между Североказахстанской областью и Поднебесной. В этом году зарубежный инвестор вложит в наш регион 20 миллионов долларов. В результате в агропромышленном комплексе области будут реализованы масштабные проекты. В нашем регионе предстоит большая работа. Вы положили хорошее начало для нее. Мы со своей стороны поможем. Будет поддержка. Дано задание решить необходимые задачи. Одной из больших проблем является экспорт пшеницы из нашей области. Нам нужна помощь в этом вопросе. Предлагаю действовать вместе. Президент китайской корпорации Цзэхэй закупит в этом году 100 тысяч тонн сверхказахстанского зерна. Особое внимание к качеству продукции. Иностранный инвестор намерен сделать пшеницу, вырученную в нашем регионе, брендом в Китае. Мы хотим купить у вас качественную пшеницу. Наша цель – ознакомить потребителей с вашим зерном. Детали мы хотели бы обсудить с представителями элеваторов. Давайте все обдумаем и решим, как это организовать. Для нас качество продукции на первом месте. Айдарбек Сапаров отметил, что такую встречу организуют в ближайшее время. Этим сотрудничество не ограничивается. Китайский бизнесмен намерен в будущем увеличить количество закупаемого в области зерна в 10 раз. В следующем году мы собираемся закупить 500 тысяч тонн местного зерна. А в 2025-м хотим поставить в Китай 1 миллион тонн продукции. Это сотрудничество будет выгодно обеим странам. В будущем инвестор увеличит объем инвестиций в наш регион. Выделенные партнером средства позволят построить крупный агропарк в Тэньшинском районе. На его территории будут осуществляться не только производство и торговля сельскохозяйственной продукцией, но и изготовление продуктов питания и экспорт товаров, поставляемых из Китая на территорию агропарка. В североказахстанской области уже началась уборочная кампания. Обмолочена 900 гектаров зимых культур. На молот составило 1,2 тысячи тонн при урожайности 14 сантиметров. Всевопосевная площадь региона в этом году составила 4,5 миллиона гектаров. Порядка трех из них выделили под зерновые культуры. 960 тысяч – под масличные. Для повышения плодородия почв в текущем году планируется внести порядка 200 тысяч тонн. На сегодня аграриями региона внесено 171,5 тысяч тонн минеральных удобрений на площади 2,3 миллиона гектаров. Данная работа аграриями продолжается. Проведена работа по сортообновлению. По области высеяно 44,2 тысяч тонн элитных семян, что составляет 10,1%. Наивысший показатель сортообновления наблюдается в Алихановском районе. В Алихановском районе 10,7%. В Алихановском районе 10,5% и в Темирязевском – 10%. Но не все районы смогли достичь необходимых показателей, и это может отразиться на получении урожая. Скажется на результате и климатические условия, и работа по борьбе с сорняками, болезнями и насекомыми. Акимы области доложили, как сейчас обстоит данная ситуация. По сорочам у нас итальянский брус в Алихановском районе. На сегодняшний день 1027 гектаров хозяйства обработали. На 2000 гектарах есть сороча. Сегодня идет яйцекладка. Поэтому на следующий год мы под обработку ставим 2000 гектаров. По клещу, потому что если в прошлом году было трех районов, только в этом году в 11-й районах, на сегодняшний день клещ обнаружен. Мы провели 21 тысяча гектаров обследований, но больше 10 тысяч гектаров сегодня клещ есть. Это вот мы на этих проведенных обследовательных площадях, только я говорю, а вообще возможно будет больше. Ситуацию нужно взять на особый контроль, ведь наличие ряда сорняков и болезней чревато запретом на вывоз продукции. Доложили о Ким области и как идет заготовка кормов. На данном этапе заготовлено сено 82,5%, сеножа 88,8%. По области количество дворов имеющихся скот 64 тысячи 84. На сегодня обеспечены кормами 29,8 тысяч двора или 46,6%. На сегодня в засушенных районах области есть проблемы с заготовкой сена. В этой связи с сельхозформированием необходимо принять меры по сохранению соломы для животного отства. Также стало известно, что по вопросу заготовки кормов за помощью КСКО обратилась Павлодарская область. Обсудив текущую ситуацию в аграрном секторе и подготовку к уборочной кампании, Аким области дал ряд поручений. Поручаю Управлению сельскохозяйства и земельных отношений совместно с Акимами района, а также агроформированию ОМСИ до 10 августа обеспечить 100% готовность техники к проведению уборочных работ, организовать бесперебойную поставку ГСМ, запасных частей, круглосуточную работу в сервисных магазинах и операторов ГСМ, а также круглосуточную приемку зерна по всем элеваторам. Обсудили в ходе заседания реализацию инвестиционных проектов в области. Согласно рейтингу инвестактивности за 2022 год, СКО является лидером и занимает второе место после Алматы. Тем не менее, Аким регион отметил недостаточный контроль за реализацией проектов, слабую проводимую работу в этой сфере, что подтверждает статистика. В начале года совместно с каждым районом сформирован был пул инвестиционных проектов. Так, управлением на постоянной основе проводится мониторинг. По итогам полугодия выявлено, что из 44 проектов на 2023 год планируется запуску только 20 проектов на сумму порядка 76 миллиардов тенге с созданием 173 рабочих мест. 16 проектов не реализуются, 8 проектов переносятся на следующий год. Адербек Сапаров расказиковал проводимую работу. Акимом районов, где на этот год запланировано всего по одному проекту, он сделал замечание. А главам Акжарского и Олихановского районов за то, что у них не намечается реализация даже одного инвестпроекта оборабатывающей промышленности, объявил выговор. Всем Акимом районам даю поручение, чтобы как минимум по 3-4 проекта. Марат Юрьевич, что же подключитесь вместе с Рустом Жамарчем, доведите эти задания. Вот этот план 496 миллиардов тенге, доведенный Министерством нации экономики, мы должны выполнить. Аким Иско отметил, что привлечение инвестиций является одним из ключевых драйверов роста экономики. Всего за 7 месяцев текущего года в область поступило порядка 186 миллиардов тенге иностранных средств. Больше всего финансов традиционно поступает в сферу сельского хозяйства и промышленности. Продолжение следует... Здесь же доктор медицинских наук ознакомился с оборудованием кабинетов. Это цифровой ангиограф, который позволяет оценивать состояние сосудов и сердца. Рентгенографический аппарат помогает быстро и достоверно определить характер и локализацию опухолей. Всех пациентов мы стендировали, помощь оказывали здесь, коронавки стендировали. Служба не остановилась. Ежедневно три машины ездили с мигалками между двумя центрами, оказывали помощь. Если бы это было две разделенные больницы, возможно, это невозможно было бы осуществить. Ну вот по эмболизации, если к нам на обучение, то может быть к нам. Потому что наши активно занимаются уже эти национально-научно-медицинские центры. Можно нам на месте, а потом уже... По химиомболизации готовятся пациенты, приглашают и будем мастер-класс проводить. После Абайбай Генжин встретился с врачами. Говорили о методах лечения злокачественных опухолей и инсульта. Суд вынес приговор бывшему заключенному, который изнасиловал 8-летнюю девочку. Это было 13 июля прошлого года в городе Петропавловске. Около пяти часов дня в районе Подгоры педофил изнасиловал девочку недалеко от дома, где она проживала. Отец услышал крики из кустов, но было уже поздно. По горячим следам задержали ранее судимого за тяжкие преступления 27-летнего жителя Айрталского района. Он имел срок за разбой, а после еще и за грабеж. Но, несмотря на тяжесть преступления, его перевели из учреждения максимальной безопасности в минимальную. Он отбывал наказание в колонии-поселении в селе Ольшанке Козелжарского района. Был разнорабочим в областном центре. Тогда и совершил изнасилование. Судебное заседание было закрыто. СМИ присутствовали только на оглашении. По решению суда, педофила освободили от уголовной ответственности и признали на момент совершения преступления невменяемым. Назначить мальчика Алексей Иванович приняли меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Процессуальные издержки и платеж в фонд компенсации потерпевшего отнести на счет государства. Полицейские продолжают работу по предупреждению фактов бесконтактного мошенничества. В этот раз стражи порядка провели беседу с жителями рабочего поселка. В доступной форме они рассказали о наиболее распространенных сценариях и механизмах, используемых аферистами. С целью недопущения данного вида преступлений мы провели отработку, предупредили жителей о проводимых мероприятиях, о том, что сотрудники полиции и сотрудники банка никогда не звонят напрямую по телефонам. Большим плюсом является то, что жители проявили активную гражданскую позицию и у них есть обратная связь. Уважаемые граждане, никогда не поддавайтесь уловкам мошенников, не переводите деньги, не передавайте личные данные, личные данные свои, номера телефонов, номера карточек своих и будьте бдительны. С начала года в области зарегистрировано 400 фактов интернет-мошенничества. Распространены такие схемы, как звонок из банка и требования предоплаты при покупках через интернет. Чаще всего жертвами мошенников становятся горожане. 312 фактов. Анализ показывает, что пострадавшие – это люди в возрасте от 40 до 60 лет. Собрали людей, жильцы наши, очень дружно все послушали ребят. Мы с полицией находимся рядом, всегда стараемся быть с ними во всей информации, в курсе всех событий. Постоянно предупреждают в группу, всегда записывают информацию. В нашей группе они состоят. И поэтому я очень благодарна от лица всех жильцов, что у нас на самом деле ведется работа такая активная с полицией. Полицейские напоминают, что в ходе общения посредством телефонных звонков и переписок ввести ни при каких обстоятельствах нельзя. Никому передавать свои персональные данные, а также скачивать на свое устройство сторонние приложения. Необходимо не спешить с принятием решений, касающих финансовых операций, а завершать диалог и сразу звонить в кулцентр своего банка и в полицию на номер 102. Изымали земли, лоббируя свои интересы. Схемы незаконного изъятия участков выявила антикоррупционная служба области. Об этом руководитель ведомства рассказал журналистам на брифинге. По факту непродления права землепользования на земельный участок крестьянскому хозяйству Тимирханов, руководитель отдела земельных отношений района Шалакын, привлечен к административной ответственности. Согласно статье 37 земельного кодекса, по истечении срока действия договора аренды на земельный участок, аграрий имел преимущественное перед другими лицами право на заключение договора на новый срок. Однако местный исполнительный орган отказывал сельскохозтоваропроизводителю в данном праве, указывая на необходимость использовать лишь малую часть участка от общей площади. Разбирались борцы с коррупцией с проблемой дефицита битума. С этим подрядчики сталкиваются ежегодно. Причиной дефицита стала скупта нефтепродукта по низкой цене до начала сезона дорожных работ и дальнейшая реализация по завышенной. Это порождает повышенный спрос на льготный битум, распределением которого между подрядными организациями занимается управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. При этом данная процедура не регламентирована, критерий выбора подрядчиков отсутствует. На практике льготный битум распределяется с учетом таких критериев, как деловая репутация подрядчика и нехватка битума для завершения проектов в срок. Много вопросов и в сфере госзакупок. В первом полугодии выявили 63 факта завышения планируемых закупочных цен, по которым приняты меры по снижению стоимости. Общая сумма уменьшения составила почти полтора миллиарда тенге. К примеру, КГУ лесное хозяйство Акан-Серы предусмотрели 4 пункта плана по закупу бензина АИ-92 по завышенной цене в 16 696 тенге за литр. Тем самым предотвращено нерациональное использование бюджетных средств на сумму 664 миллиона тенге. Сотрудники лесного хозяйства борцам с коррупцией сказали, что это была просто опечатка. Выявили завышение закупочных цен и в других госорганах области. Отдел образования Иртаусского района планировал закупить отопительные котлы по цене 30 миллионов 700 тысяч тенге за штуку на общую сумму 307 миллионов тенге. После реагирования антикоррупционной службы в план госзакупок администраторам внесены изменения по данному пункту. Экономия составила 279 миллионов тенге. А аппарат Акима Пресновского сельского округа Жамбылского района хотел купить скамью за 7,5 миллионов тенге. Но после разбирательств антикоррупционной службы решили выбрать лавку подешевле и сэкономили 6 миллионов 700 тысяч тенге. Агирим Хамзина, МТРК Участки в 1 километр 200 метров. Предполагается, что после реконструкции тепломагистраль будет работать без сбоев не менее 30 лет. Об этом стало известно во время пресс-тура, организованного областным департаментом комитета по регулированию естественных монополий. Диаметр трубопровода 500 миллиметров. Проект реализуется за три года. Стартанули мы с этим проектом в 2022 году. Это в районе Пирамиды на Кашуково. Первые работы были, 200 метров заменили. Теперь прошли через жилые дома от Кашуково до Сатпаева с выходом на вот этот кубик. Сатпаева 50, Сатпаева 52. Здесь у нас два тепловых пункта. Восьмой, девятый. С той стороны четвертый, пятый теплопункты. Более 40 домов подключено. Подрядная организация СУЭНЕРГОСТРОЙ. А это центральная площадка Петропавловских тепловых сетей. Здесь располагаются два административных корпуса товарищества. И столько же насосных станций. Еще две основные надземные тепломагистрали. Объектом нашего посещения является насосная станция номер один. Насосная станция введена в эксплуатацию в 1969 году. Этот объект мы включили в программу тарифобменной инвестиции по причине предаварийного состояния здания насосной станции. Мы запланировали 88 миллионов. Когда мы проводили обследование, мы еще не знали полных затрат на восстановление этой насосной станции. Ее здание предстоит реконструировать, как и фундамент под важным объектом. Работы запланированы на следующий год, пояснил Андрей Калиничев. Также он отметил, что объем инвестиционной программы предприятия в этом году перевалил за 800 миллионов тенге. Дарья Пашмынцева, Александр Янцен, МТРК. Более 450 образовательных учреждений Североказахстанской области готовятся к предстоящему учебному году. Особое внимание обеспечению безопасности детей. Так, системой видеонаблюдения оснащены все учебные заведения. Об этом рассказал руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Алена Мальгаева на брифинге в региональной службе коммуникаций. Система видеонаблюдения 85% школ имеет возможность проверки записи видеонаблюдения со сроком хранения информации не менее 30 суток. В остальных школах области ведется работа по усовершенствованию системы хранения информации. 289 школ или 64% школ области имеют подключение видеонаблюдения к Центральному оперативному управлению полиции, либо в дежурные части территориальных органов внутренних дел. Необходимо отметить, что вывод видеонаблюдения к ЦОУ обеспечен во всех организациях образования с большим контингентом обучающихся. Качество образования – один из главных факторов успеха школ. В этом направлении учебные заведения проводят большую работу, приобретают спортивный инвентарь, учебную, художественную литературу и создают комфортные условия для детей. Все это делают в период летних каникул. Согласно приведенной статистике, 33% школ не проводили капитальные ремонты с момента открытия. В 128 образовательных учреждениях требуется ремонт отопительной системы. На конец июля в 43 школах проводятся капитальные ремонтные работы. По состоянию на начало августа отставания от сроков сдачи объектов выявлено в неполной средней школе номер 31 города Петропавловска и в Ломоносовской средней школе района имени Габита Мусрепова. В двух школах области – это Донецкая и Таиншинского района и Новосветловская и Иртаусского района. Срок завершения работы – это октябрь месяц. Ремонтные работы продолжаются в других школах. Все школы области оборудованы теплыми санитарными узлами. Наиболее хотелось бы отметить ремонт теплых туалетов в школах Жамбыловского района, которые ведется на данный момент, в отдельных школах города Петропавловска, Таиншинского, Иртаусского и Исильского района. Укомплектование школ квалифицированными кадрами – еще один вопрос. По словам специалистов, в учебных заведениях наблюдается нехватка учителей с категориями «педагог-эксперт», «педагог-исследователь» и «педагог-мастер». В этом направлении в образовательных учреждениях предстоит системная работа по повышению качественного состава педагогических коллективов, отметила Алена Мальгаева. Асия Кульбаева, желавшим Кенте, более 20 лет. В Мамлюцкий район она вместе с дочерью и внуками переехала в прошлом году. Дом есть, работа есть. Это самое главное. Правда, к такой погоде мы не привыкли. Зима суровая. Соседи тоже переселенцы, как и мы. Друг друга стараемся поддерживать. Переехав на север страны, женщина не стала сидеть без дела. Приняв участие в программе развития предпринимательства, Асия Кульбаева получила грант 1 миллион 380 тысяч тенге. На эти средства она купила четырех буренок и начала заниматься молочным животноводством. Дочь Айгирим тем временем устроилась в местную школу учителем физической культуры. Работать начала с января этого года. Работа нравится. Обучают детей национальным видом игр – Тогоскумалаку и Асыку. Сейчас есть вакансия в отделе внутренней политики. Хочу туда устроиться. Есть две дочери. Обе учатся в казахской школе-интернате. Старшая в четвертом классе, младшая во втором. С начала года в Мамлюцкий район переехали 23 семьи из южных регионов страны. До конца года здесь планируют принять еще 25 семей. Аля Шарашимов, Александр Янцен, МТРК. Активисты городского молодежного ресурсного центра организовали ярмарку вакансий под открытым небом. Акцию проводят накануне Международного дня молодежи. Она включает в себя бесплатные консультации по следующим вопросам. Участие в госпрограммах, трудоустройство выпускников и занятость молодежи. Предпринимательство, открытие депозита, волонтерская деятельность, жилищные вопросы, оказание юридической и психологической помощи. Одним из основных направлений молодежного ресурсного центра – это оказание молодежи содействия в трудоустройстве. По состоянию на 7 месяцев, то есть по состоянию на 1 августа молодежные ресурсные центры обратилось 603 человека. Из них 501 человек оказано содействие в трудоустройстве. 14-летняя Милания Фоменко, несмотря на свой юный возраст, хочет найти работу по душе, а именно заняться творческой деятельностью. Я бы хотела уйти в творчество. Мне посоветовали обратиться в этот центр молодежи, и там уже мне подберут конкретную работу по моим критериям. Консультируют специалисты в маршрутках, раздают тематические брошюры. Ярмарка вакансий продлится до 11 августа. Консультацию также можно получить возле здания АНК с 4 до 6 вечера. Камила Карим, Азамат Баймукан, МТРК. Камила Карим, МТРК. Камила Карим, МТРК.